К тому же, а с кем меня можно спутать? Если всё будет идти как положено, то ты будешь разговаривать только со мной. Ты велел мне вести себя тихо, но... Да, просто второй я, шастающий по лаборатории, не был бы частью воспоминания. Воспоминания? Да, воспоминания это не совсем чёткая вещь, но если ты начнёшь слишком сильно в них вмешиваться, тогда воспоминания перестанут быть самими собой и превратятся в кипящую кашу у тебя в черепушке. А то, чем мы с тобой занимаемся, это разговор с самим собой. Говорят, что это полезно. Особенно, если ты ни с кем больше не говоришь о своих проблемах. Возможно, если бы ты не держал всё это в себе, оно бы не прорывалось в виде странных, кошмарных снов. Так, это всё сон? Осознанный сон, раз уж теперь ты всё понимаешь, но это может измениться. А знаешь что, ты не прав. Я разговаривал с другими о своих проблемах, с тем же папируса. Здорово. А ты ему рассказывал о том, как малыш всех перерезал. Или как малыш прикончил его. Или о том, что 90% времени ты пальцем о палец не ударил, чтобы хоть что-нибудь изменить. Зачем? Правда. Ведь всё перезапустится. Ага. И единственное, что ты делал, когда твой брат умерял, ругался сквозь сжатые зубы. Он начинал это действительно только тогда, когда не осталось вообще никого. И никак иначе. Слушай, я понимаю, что давлю на больное, но ты должен понять, что с тобой не всё в порядке. Всё, что касается малыша, и всё, что происходит с тобой, связано воедино. Связано в том, что происходит здесь. Ну неужели? И как же это? Каким богом всё это имеет отношение к моей жизни? Этого никогда не происходило. Не работал я ни в какой лаборатории. Я даже не знаю имени того, на кого я якобы работал. Да, его имя. Это единственная вещь, которую я не могу тебе в данный момент раскрыть. Надеюсь, для этого есть веские причины. Да, та часть тебя, которая не хочет пока, чтобы ты вспоминал, просто не даст мне его сказать. Сам посмотри. Его зовут... Доктор... Видишь? Ну не волнуйся, пусть даже одна часть тебя не хочет знать, что произошло, другая хочет. Давай начнём с более-менее очевидных вещей. Я интерн. Учусь у величайшего светила науки во всём подземном мире. Я помогаю обслуживать оборудование, по нескольких раз перепроверяю вычисления, помогаю в приготовлении к экспериментам и делюсь идеями с другими сотрудниками. Что касается остального... Ну, по сути, я делаю для него то же, что делаю для тебя папирус. Сейчас поддерживаю в нём жизнь. Ладно, если очень кратко, мы пытаемся соорудить искусственный заменитель души, чтобы с его помощью снять барьер. Но в данный момент нам удалось извлечь черты характера, и мы даже смогли их попарно стабилизировать, используя... Эм... Знаешь, за первой занавеской есть кое-что, что я должен тебе показать. Мы должны были создать нечто такое, что смогло бы сдерживать и объединять несколько черт характера одновременно. Сначала стабилизировать их, затем, в идеале, консолидировать их в единую субстанцию. То, что я собираюсь тебе сейчас показать... Просто... Не забывай. Это ты разрешаешь себе вспоминать. Это будут лишь воспоминания. Ничего из происходящего нереально. Так что относись ко всему непредвзято. Ладно. К тому же, всё, что ты увидишь, тебе знакомо. Ты видел его совсем недавно. Его обломки находятся в твоём подвале, в Сноудине. Так вот, идея была в том, чтобы сначала изолировать черты характера с помощью экстракторов. Затем, используя это устройство, попарно их объединить, чтобы обуздать. При таком подходе они имели куда меньше шансов развалиться, когда мы бы в конце концов использовали эту штуку, чтобы объединить их все. Корабрость и чистосердечность всегда были сильной парой. Честно говоря, они были первыми двумя чертами, которые нам удалось объединить. Но были и другие комбинации. Справедливость и настойчивость также были сильной парой. С решимостью нам пришлось попотеть. У нас было два возможных варианта её стабилизации. В итоге мы выбрали такую черту, как терпеливость. Нам показалось, что это противопоставление более естественно. Так, ладно, просто попробуй взять себя в руки. На первой стадии спаривания доброта работала так же хорошо, как и терпение. Отличие было лишь во времени. Чем больше мы работали, тем яснее понимали, что каждый из черт характера так или иначе влияет на остальные. Но эти реакции были нестабильны и чаще всего довольно краткосрочны. А нам нужны были стабильные пары, которые оставались бы такими на протяжении долгого времени. Так как же выглядит нейтральная интерная пара? Если это визуализировать... Получится нечто подобное. Посеревшие. Вот она, стабилизированная пара человеческих черт характера. Загрузка в том, что эти штуки оставались сбалансированными и стабильными только если мы работали с ними в определенных контролируемых нами условиях. Тогда мы еще этого не понимали, просто... Они ведь должны были всего лишь оставаться связанными друг с другом. Ничего более. Так каким же богом это касается тебе? Еще немного визуализации. Примерно так выглядит каждая душа монстра. А вот так выглядит твоя. На первый взгляд они одинаковые. Но что если мы приглядимся внимательнее? Что если представим, что твоя душа имеет слои, которые мы можем разделить? Вау. Вот согревал. Черт. У меня так много вопросов. Так, ладно, стоп. Я видел, как решительность корешит монстров. Так почему тогда со мной ничего такого не происходит, несмотря на то, что она во мне есть? Единственная причина, пока ты не стал одним из альмагаметов, заключается в том, что в тебя не просто внедрили решимость. Любая черта человеческого характера опасна сама по себе. Но учитывая, что в твоем случае их сразу несколько, они друг друга нейтрализируют. В какой-то мере. Но нет никакой гарантии, что все так и останется. Но супер. Одна новость краше другой. Ладно. Так при каких обстоятельствах со мной это произошло? Ну, это один из трех вопросов, на которые тебе предстоит ответить в первую очередь. Трех? Да. Первый вопрос. Как произошло внедрение? Второй вопрос. Что случилось с тем, у кого ты проходил интернатуру с предыдущим королевским ученым? И последний вопрос. Как так получилось, что до сих пор сохранились свидетельства его существования, несмотря на то, что кажется, будто о нем забыл весь мир? Я знаю, что сейчас это сложно заметить. Но все три вопроса напрямую связаны между собой. Да и не только между собой. Они связаны с многим из того, что происходит сейчас, с тем, что происходило тогда, а также с тем, чему еще только предстоит произойти. Ладно, не будем пока об этом. Тебе уже заложены ответы на часть этих вопросов. Однако тебе нужно как-то позволить самому себе вспомнить их. Ты ведь не копишься на это верно. Он продолжает повторять, что ты должен вспомнить. Но ты ведь понимаешь, что бы тебя наверняка улучил, но с киберская причина забыть все это. Хорошие воспоминания никто и не пытается забыть верно. А в неведении порою благо. А знаешь... Давай, почему нет? Расскажи мне, что же я забыть. Какое облегчение. На секунду я даже забеспокоился. А нет, ты мне можешь что-либо рассказать? Или... До нее мы еще дойдем. Всего свое время. Хм, ладно. Для начала отмажаем время чуть вперед. А? Хм, похоже... Похоже, все вокруг просто исчезло. Ну ладно. Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok